Воспитание подрастающего поколения с помощью киноискусства. В городском округе Люберцы стартовал проект «Киноуроки в школах России и мира». Учащимся с 1 по 11 классы показывают короткометражки, в которых через главного героя раскрывают положительные качества человека. Наша съемочная группа побывала на одном из таких уроков. Проект «Киноуроки в школах России» зародился в 2015 году. Именно тогда был создан первый детский художественный короткометражный фильм, по которому в отдельных школах страны провели классные часы на тему бескорыстия. Так и появилась идея снимать про каждое человеческое качество отдельный мини-фильм. Самое удивительное в этом проекте, что деньги на эти фильмы собирают дети. Дети собирают макулатуру, и на полученные деньги снимаются короткометражные художественные фильмы, основанные на человеческих качествах. Выбрано было 99 человеческих качеств. Это ровно столько, сколько месяцев во время обучения 11 лет. Сегодняшний фильм «Восьмое марта», который показали детям младших классов, раскрывает такие качества, как внимательность и наблюдательность. История маленькой, но смелой девочки, которая не просто захотела помочь неизлечимо больному другу, но и сплотила вокруг себя единомышленников, нашла большой отклик в сердцах зрителей. Мне очень понравился фильм. Он очень душевный. Про то, что надо быть сильным, добрым, хорошим человеком. Он очень крутой. Мне он очень понравился. Он рассказывает, что надо помогать всем людям, кто нуждается в помощи. Мне понравилась героиня Галя. Она очень добрая, смелая, никогда не боится сделать добро и попросить кого-то о чем-то. На сегодняшний день создано уже 50 таких поучительных фильмов. Съемки проходят в разных регионах и городах России. В этом году одной из локаций станет городской округ Люберцы. Мы с удовольствием поддерживаем этот проект. Мы являемся инфоподдержкой. Наш телеканал, в принципе, очень активно тоже участвует в воспитании, в становлении поколения. Сейчас мы организовываем медиакурсы для детей, где мы рассказываем им о профессиях, показываем мир телевидения. Короткометражные фильмы разделены на три блока в зависимости от возраста зрителей. От месяца к месяцу и от одного учебного года к другому увеличивается сложность темы и сюжета. Луиза и Геозарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.